Австрия выбирает новый парламент. Выборы эти досрочные, главные баталии, развернулись вокруг миграционной политики. А главная интрига, получит ли Австрия самого молодого канцлера в истории этой страны, Себастьяну Курцу 31 год. Обо всем подробнее, Татьяна Лагунова. Участок, на котором голосует Себастьян Курц в осаде журналистов, самый молодой министр иностранных дел в истории Австрии, может стать еще и самым молодым канцлером страны. Курцу 31 год, и его австрийская народная партия – фаворит предвыборной гонки. Во многом благодаря жесткой позиции Курца в вопросе миграционной политики. Я проголосовал и надеюсь, что то же самое сделают и остальные граждане Австрии. И, конечно, я надеюсь на хороший результат, который даст возможность изменить страну. Канцлер, действующий социал-демократ Кристиан Керн борется скорее за второе место, хотя всячески пытаются продемонстрировать оптимизм и боевой дух. Я очень расслаблен. Утром был на пробежке, вечером планирую праздновать. Праздновать планируют и австрийские ультраправые. Партия Свободы – политическая сила, которая требует вообще не принимать беженцев, снять санкции против России и признать аннексию Крыма, может набрать более 20% голосов. А это заявка на вхождение в правительственную коалицию. Австрийские политологи, впрочем, очень осторожны в прогнозах по поводу результата выборов и возможных коллекционных союзов. Из 6 миллионов избирателей более миллиона заявили, будут принимать решения в последний момент. И их выбор может кардинально изменить политическую картину. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова